Приветствую подписчиков и гостей канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 5 лучшие беспроводные наушники с Яндекс.Маркета. Рейтинг 2022 года. Ссылки на лучшие беспроводные наушники вы найдете в описании к данному видео. Ну а мы начинаем с лидера. Это в общем-то лидер и по соотношению цены и качества, и по конструкционным особенностям, и по количеству положительных отзывов. Это Xiaomi Airphone. Это вкладыши полуоткрытые. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.0. Динамические излучатели у них. Время работы беспрерывной, без подзарядки до 5 часов. Ну и время работы от аккумулятора в кейсе 20 часов. Качество звука в этих наушниках достаточно высокое. Из ушей они не выпадывают. Очень хорошо держатся в ушной раковине. Ну и в общем-то выглядит достаточно стильно. Всего лишь за 1391 рубль вы приобретаете очень хорошие наушники. Следующий вариант это беспроводные наушники M18 с повербанком в 2000 мАч. Подключаются они через Bluetooth 5.1 с сенсорным управлением. В общем-то достаточно интересно они выглядят сами по себе. Так я бы сказал футуристично даже. Есть дисплейчик такой внутри бокса, который показывает уровень заряда. Ну то есть интересный вариант сам по себе. Плюс и цена относительно невысокая 1249 рублей. При этом данные беспроводные наушники обеспечивают высокое качество звука. Являются выбором покупателей на сегодняшний день. И обеспечивают время беспрерывной работы 5 часов. Тип акустического оформления закрытый. Конструкционные особенности у них предполагают то, что они в ухе очень хорошо держатся. То есть у них можно хоть бегать, хоть прыгать. Они из уха не вылетят. Есть подсветка такая интересная. Ну то есть над дизайном здесь явно поработали. Даже есть функция регулировки громкости. Поэтому данный вариант вполне себе может занять достойное место в вашей сумке. Следующий вариант это беспроводные наушники Xiaomi AirBuds. Данные наушники, в общем-то, на вид может быть более скромные, чем предыдущий вариант. Но зато они отлично работают. Подключаются через Bluetooth 5.0. Соответственно, время работы до 4 часов. Звукопередача очень и очень неплохая у них. Ну, как бы в ушах они держатся, как обычные наушники современные. Да, то есть никаких особенностей конструкционных здесь нет. Но людям, в принципе, нравится. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч герц. И чувствительность 115 дБ. То есть очень неплохой вариант, как, в принципе, и многие наушники от Xiaomi. Четвёртое место занимают у нас беспроводные наушники JBL Tune 110BT. Это уже классические наушники для геймеров, для меломанов. Да, подойдут они, соответственно, для любителей играть в какие-то онлайн игры. То есть вариантов применения достаточно много этих наушников. Они соединяются, подключаются через Bluetooth 5.0. Время работы до 40 часов. То есть это серьёзный такой агрегат. Чувствительность 103,5 дБ. Ну и хорошо они на ушах держатся, в том смысле, что облегают. И уши, в принципе, от них не устают. Такое ощущение, что как будто, если их правильно, естественно, отрегулировать, что у вас, в общем-то, на ушах и нету наушников. То есть ощущение невесомости в них таки возникает. 4 490 рублей они стоят. Ну и, в принципе, удостоились большого количества положительных отзывов от приобретателей. И завершают наш рейтинг беспроводные наушники Faison On Dots 2. Данные наушники являются одними из самых модных в настоящее время. Стоят совсем недорого. 1096 рублей. Ожидать от них, конечно, там идеального звука не стоит. Но, в принципе, нормально можно слушать в них музыку. Подключаются через Bluetooth 5.0. Время работы до 4 часов. В стильном оформлении. Не упаковочки такой. Работают с устройствами как на iOS, так и на Android. В нескольких комплектах амбушюр идёт. Могут эти наушники использоваться как детьми, так и взрослыми. Опять-таки, нужно амбушюры просто подобрать. Ну, в общем, хороший вариант. Ёмкость аккумулятора идёт 40 мАч. Время зарядки полтора часа. Ну, и, в общем-то, характеристики у них вполне достойны. Как и у большинства беспроводных наушников в настоящее время. Ссылки на лучшие беспроводные наушники с Яндекс.Маркета находятся в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!